В зале стоит абсолютная тишина, хотя за каждым столом идет нешуточная борьба. Перемещение фигур по доске служит главной целью шахмат – поставить королю соперника мат. На этот раз побороться за победу собрались шахматисты не только Ингушетии, но и из других северокавказских республик. Первый шаг на пути к победе – шах, то есть нападение на короля. Соперник, в свою очередь, обязан защитить, чтобы не проиграть партию. Первый шаг на пути к победе – шах, то есть нападение на короля. Соперник, в свою очередь, обязан защититься, чтобы не проиграть партию. Об этих важных аспектах игры знает и Казбек Кураев. Мужчина уже во второй раз приезжает из Осетии, чтобы побороться с достойными соперниками. В шахматы он играет более 30 лет. Сегодня соперник достался сильный, признается Казбек Кураев. Радуется душа у меня лично. То, что видишь вот здесь, как молодежь играет, это удивительно. И от всей души мне так приятно. Проиграл я или выиграл – это не имеет значения. Но то, что они выросли на моих глазах, вот такие, и сейчас уже конкуренция очень большая. В турнире принимают участие 66 игроков. Возрастных ограничений нет. На протяжении восьми туров каждый должен соблюдать несколько правил. Самое главное – соблюдать тишину и уважать соперника, побеждая тот, кто смог набрать больше очков. Каждому участнику дается час времени, и на каждый ход ему бонус – 30 секунд. Обычно партия проходит вчера почти 4 часа, а последняя партия продолжалась 4 часа. На этом турнире новичков нет. У каждого свои методы достижения победы. Ну, я иногда обманчивала вот так. Один соперник попался на моем обмане. Когда стояли три пешки, я забрал конем пешку. Я сказала, ай, блин, зелёная. Он поверил, и я забрал его ферзя. Игра сегодня прошла отлично. Простая ума, даже очень хорошо. Соперник был не слабый, сильный. Но я сейчас проиграл первый тур. Первый тур я проиграл. А, нет, не расстрелюсь. Турнир памяти о российском военачальнике, генерал-лейтенанте Российской императорской армии, также участники мировых воин Эльберди на Льгиеве, проходит в кону дня шахмат. Этот вид спорта – один из древнейших интеллектуальных и культурных. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, также различия возраста, поля, физических возможностей или социальном положении. Делаем упор на то, чтобы популяризировать эту игру на уровнях сельских поселений, в каждом доме культуры. Мы сейчас уже практически сформировали и действуют комнаты шахмат, в школах открыты секции шахмат. Мы часто проводим детские мероприятия, чтобы максимально вовлечь детей в эту игру. Это помогает и лучше учиться в школе, дисциплинирует человека. Победителей турнира ждут медали, грамоты и денежные призы. Проигравшие не расстраиваются, ведь игра далеко не последняя. В этом году турнир проходил во второй раз. Со слов организаторов, подобные шахматные игры станут ежегодной традицией. Малика Измайлова, Акрамат Досхоев, Новости 24.